Всем привет, друзья! Мы с вами находимся на улице Севастьянова в Калининграде и я вам расскажу об истории этой улицы, пройдемся мы с ней с вами по ней от улицы Пролетарской до Иванникова и немного расскажу про ее историю Ну вот, общий вид вот этот кирпич, эта кирпичная стенка, это помойка у нас а вот от этой девятиэтажки или десятиэтажки, считать не будем начинается и от Пролетарки, точнее заканчивается улица Севастьянова а мы отсюда начнем с вами когда-то этот район назывался Тракхайм он располагался там, где Пролетарка, Рокоссовского, Севастьянова, Сомера от бывшего района до военного Кенигсберга осталось только вот это вот здание здание Тракхаймской тюрьмы когда-то этот район до 1528 года, Тракхайм он был как промышленный, тут даже церкви не было своей но вот в 1528 году этой деревне дали статус особый, поселков и, как всем поселкам в Кенигсберге дали орган власти, суд выполнял эту роль местный трактирщик кстати, улица Севастьянова, по которой мы сейчас идем в Кенигсберге называлась Кругштрассе Круг в переводе с немецкого Кружка или второе значение Трактир кстати, русская Кружка Ж заменяем на Г и получается тот же Круг давайте посмотрим еще раз на одно из оставшихся зданий вот здесь вот сейчас рядом с ним выросло огромнейшее здание, жилое в Митильштиль жилой комплекс я уже рассказывал, что когда строили тут не дали возможность покопаться археологам и поискать древнейшие археологические артефакты на месте этой Тракхаймской деревни ну так вот обязанности судьи долгое время, больше 100 лет возглавлял трактирщик трактир его находился вот как раз вот на этом месте где сейчас пятиэтажка находится а потом уже в 17 веке сюда пришел настоящий судья со штатом с 11 человеками штат у него был такой вот здесь вот где-то был суд у него осталось только вот это вот здание тюрьмы ну давайте пройдем с вами дальше в принципе я уже рассказывал про улицу Селасьянова сейчас мы пройдем перекресток Саркасовского вот здесь вот стоял трактир сейчас пройдем вот этот перекресток и вы увидите табличку профессор табличку с надписью что это улица профессора Селасьянова ну давайте переходим коль нас пропускать любезно ну вот эта табличка на моем канале есть видео про эту улицу я ее уже показывал ну давайте еще раз пройдем снять видео про эту улицу Селасьянова меня попросили подписчики привет им Светлана очень хотела посмотреть на улицу Селасьянова и одно из этих мест постараемся выполнить ее просьбу и вот круг штрассе оно доходило примерно вот до этого места в Германии и здесь разделялось на две улицы Айнефлисштрассе и Цвайна Цвайнафлисштрассе ну в переводе на русский первая ручейная и вторая ручейная вот здесь вот где-то проходил Мюлленфлис ручей здесь где-то было вот переправа мосточек а дальше вот где сейчас идет машина это проходила вторая ручейная а первая ручейная она проходила вот где-то в этом направлении ее сейчас практически нету и между на этом месте сейчас находится ТЦ Юбилейный вот он высится средь деревьев а еще было здесь еще одна третья улица носившая имя ручейная Айнефлис на ручье против солнца наверное не очень хорошо будет видно Светлана говорила что ее родители где-то здесь жили дом ее семьи ну ладно а вот это юбилейный специально еще раз зашел на этот пятачок сейчас снимем его и пойдем дальше и вот прекрасный вид еще одно здание на Севастянова осталось отто Браунхаус это очень примечательное интересное здание сохранившееся почти целиком и долгое время использовалось как маслобаза сейчас здесь транспортная прокуратура ну вообще конечно это здание надо реставрировать и менять ее назначение оно историческое очень интересное и организация я в принципе тоже показывал уже что там творится внутри двора это ужас конечно и состояние здания печальное посмотрите как все такая красота и все ржавое насколько понимаю этот детский садик еще раз давайте посмотрим на это красивое немецкое здание украшение это улица ну а дальше улица круг штрассе заканчивалась дальше шла Тракхайм Кирхенштрассе по-моему так она называлась если память не изменяет а сейчас там идет уже улица Иванникова вот на этом мы закончим наше путешествие ооооооооо оооооо так это Продолжение следует...